Всем здарова, ребята! Вышло обновление на работу угонщика, где изменили полностью под каждый ранг абсолютно разные мини-игры, с которыми у каждого из вас, скорее всего, могут возникнуть проблемы. Ну и сегодня я вам расскажу и покажу, как в целом правильно делать угонки, как вести себя на дороге, поговорим про правильную езду и как не наткнуться на гостников. Ну а также, конечно же, расскажу про заработок на абсолютно каждом из рангов угонщика. Поэтому ролик будет очень интересный, ну а самое главное полезный, даже для тех, кто давно уже играет на Маджестике. Ведь помимо всего того, что я сказал, вы узнаете пару лайфхаков и много всего нового. Поэтому я каждому желаю приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go! Ну а если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании и регистрируйся, вводи мой промокод москвин, он тебе даст 50 тысяч баксов и 7 дней платин вип. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой slash промо москвин. И не забывай вступать в мой дискорд канал, там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Маджестик РП и много различных розыгрышей. Ну а я буду начинать, let's go! Начнем, пожалуй, с самого начала и без какой-либо воды. Для того, чтобы заниматься угоном машин, сперва отправляемся на рынок. Далее мы подходим к этой палатке с красной вывеской и приобретаем все самое необходимое. Но, к сожалению, именно тут мы сможем приобрести только кобеля. Про остальные предметы я вам сейчас расскажу. Но перед этим, повторюсь, именно тут мы приобретаем кобеля. Их, как вы можете заметить, целых 7 штук разных цветов. Собственно, сама цифра означает ранг вашего угонщика. Ну и, как вы уже могли догадаться, нам в джессике целых 7 рангов угонщика. И, понятное дело, чем выше ваш ранг, тем больше ваш заработок. Но, так или иначе, сегодня ролик актуальный абсолютно для всех рангов, поэтому мы продолжаем дальше. В общем-то, мы покупаем максимум 1-2 кабеля, в зависимости от вашего ранга, и отправляемся на маркетплейс. И в предметах в разделе оборудования нам нужно найти турбодекодер и программатор ЭБУ. Эти два оборудования 100% нам пригодятся, ведь купить вы их сможете только тут. Ну, либо же скрафтить в какой-либо семье. Но это сложно и нам точно не подходит, ведь мы не хотим тратить на это время. Программатора, я думаю, вам хватит одного. А у турбодекодера советую купить хотя бы две штуки, ведь бывает, что со временем они у вас могут сломаться. Ну, а на этом все самое необходимое мы вроде бы приобрели, поэтому мы отправляемся дальше. Ну, и следующим этапом вам нужно будет вступить в банду. Скажу так, совсем не важно, в какой банде будете находиться, ведь этот факт никак не повлияет на ваш доход. И, кстати, помимо угонщика, в нелегальных организациях, ну а если быть простыми словами, в бандах, есть и закладчики. На чем можно тоже делать неплохие такие деньги. Так что сможете совмещать два вида заработка, угонщика и закладчика. А узнать, сколько вы можете зарабатывать закладчиком и сколько прокачивается тот или иной ранг, вы можете посмотреть в моей таблице, которая находится в моем дискорде, по ссылочке в описании. Ну, а я напомню, что там очень много разных таблиц на абсолютно все виды работ и заработка. Так что скорее переходи и ознакомливайся. Ну, а мы продолжаем дальше. Ну и после того, как вы вступили в любую банду, отправляемся на вашу респу, подходим к персонажу и берем задание на угон машин. После чего справа снизу у вас появляется время, за которое вам нужно будет найти машину и, соответственно, сколько вам за нее заплатят при успешном выполнении задания. Все это выпадает, конечно же, на рандом и все это зависит от вашего ранга. Об этом я чуть позже расскажу и покажу и то, сколько можно там зарабатывать. Далее мы сразу же открываем ваш телефон, заходим в смс и видим входящее сообщение от анонима. Там нам дают всю подробную информацию о машине, которую предстоит найти, а если бы точнее, то это название машины, цвет и номера. Далее сразу же открываем браузер телефона уже только в реальной жизни или просто сворачиваете вашу игру и вписываете в поиск вашего браузера название машины, которую, соответственно, вам и предстоит найти. И не забудьте написать приставку к названию машины GTA 5, чтобы вам наглядно показали, как выглядит та или иная машина именно в GTA. Соответственно, визуально ее запоминаем и отправляемся ее искать. Мы, в свою очередь, открываем карту через Escape и видим большой желтый круг. Именно в этом круге и находится где-то ваша угонка, которую предстоит найти. Повторюсь, у меня самый последний седьмой ранг угонщика и мой круг очень большой. На маленьких рангах логично, что зона поиска будет намного меньше, соответственно, и проще будет искать. Ну а теперь информация, где же находятся основные точки спавна вашей угонки. Первый вариант на улицах рядом с тротуаром прямо на самом видном месте, поэтому смотрите внимательно. Ну и зачастую это бывает, конечно же, на маленьких рангах угонщика. Следующий вариант на различных парковках улицы. Тоже достаточно частое явление и бывает на подземных и многоуровневых парковках. И это самые основные точки спавна. Но после того, как вы нашли машину, мы подходим к ней, наводимся на нее и нажимаем клавишу G. После чего выбираем нелегальное для авто и тут у нас есть выбор, либо взломать дверной замок, либо же разбить окно. Разбивая окно, вы теряете больше половины стоимости от вашей угонки, что, конечно же, делать я никому не рекомендую. Ну и будьте аккуратнее с этим, не мискликните, а то пару раз у меня уже такое было. Поэтому, конечно же, мы выбираем взломать дверной замок и справа снизу у нас появляется тот самый замок, который сейчас мы будем взламывать. Ну и для того, чтобы это сделать, мы быстро тыкаем левой кнопкой мыши, мотаем мышку влево-вправо и когда услышите характерный такой щелчок, нажимаем Enter. И тем самым одно звено взламывается и точно так же вам предстоит сломать все замки. Ну а сейчас я вам покажу, как это делается наглядно и со звуком. После чего мы садимся за руль машины и нажимаем клавишу E, и вам предстоит пройти небольшую мини-игру, дабы завести ваш двигатель. А вот сейчас начинается все самое интересное, нововведение для мини-игр, которое нам изменили для угонщика. Причем важно понимать, что для каждого ранга своя мини-игра и она отличается, поэтому давайте будем разбирать каждую мини-игру для каждого ранга и то, как ее пройти. Для первого ранга мини-игры мы используем клавиши V, A и D, управляя так называемой машинкой, ну или объектом. Задача ездить и включать красные лампочки, не задевая никаких объектов. Попыток так или иначе три, поэтому задание считается очень легким и ни у кого с ним не возникнет проблем. Для прохождения второго ранга мини-игры вам всего лишь нужно тыкать левую кнопку мыши по загоравшимся красным цветам кружки. Я считаю, что это самая простая мини-игра среди всех семи рангов, поэтому мы погнали дальше. Для прохождения третьего ранга мини-игры вам нужно проводить линии, используя мышь, заполняя все возможные пути фигуры. При этом повторное прохождение по одному пути невозможно, но проходить через вершину можно неограниченное количество раз. Звучит достаточно сложно, но задание проще простого, в общем-то вы все сами видите на экране. Для прохождения четвертого ранга мини-игры мы смотрим на верхнее табло с числами, и как только наша стрелка оказывается на нужной нам цифре, мы нажимаем по центру. Достаточно тоже легкое задание и справиться с ним опять же таки абсолютно каждый человек с первого раза. Для прохождения пятого ранга мини-игры придется попотеть, у меня даже с четвертого раза не получилось это пройти. В общем-то три раза подряд нам показывают числа, которые горят синим цветом. Наша задача их собственно запомнить и вести на клавиатуре в эти окошки. Первый этап достаточно легкий, но второй и третий уже для меня хардкор какой-то, ведь числа показывают хоть и три раза, но очень даже быстро. Из вариантов это конечно же попробовать фоткать числа на телефон и быстро водить, но имейте ввиду идет таймер, поэтому придется потеть. Для прохождения шестого ранга мини-игры вам нужно нажимать левую кнопку мыши каждый раз, когда красный ползунок достигнет желтого круга. Ну а сама цифра в замке показывает оставшееся число попаданий в круг для прохождения мини-игры. Ну и наконец для прохождения седьмого ранга мини-игры вам нужно использовать клавиши Q, W, E, крутя эти колеса с цветами. Ну а сам цвет сектора колеса должен соответствовать цвету падающего кружочка. Хоть это и самый последний уровень угонщика, но мини-игра достаточно легкая и проблемы с ней точно никто не испытает. Ну и когда вы успешно завершили мини-игру, слева снизу на миникарте у вас появляются точки сдачи угонки. Ну и конечно же фиолетовая метка GPS будет показывать самый быстрый путь проезда. Зачастую, а почти всегда через трассу по бокам и это на самом-то деле неправильно. Ведь езжая по этим самым дефолтным местам, с вероятностью 80-90% случаев у вас просто-напросто стопнут гостники. И либо у вас эвакуируют угонку, либо посадят. Ну или всегда есть вариант дать им взятку. 5-10 тысяч вполне хватит. Но будучи новичком, который находится на самом маленьком уровне угонки, это от слова совсем не выгодно. Поэтому ни в коем случае не ездим по трассе. А что же делать, спросите вы. Я в своем дискорде в разделе таблицы угона оставил ссылочку на подробную информацию, как и что делать. Где собственно и будет вот такая вот вспомогательная карта уже с проложенными путями до сдачи угонки. Как вы видите, зелеными линиями отмечены самые безопасные пути. Они находятся плюс-минус по центру карты. Проезжая именно такими путями, вы тратите чуточку больше времени. Но зато шанс, что вы наткнетесь на гостников, ничтожно мал. Кстати, сразу скажу, что именно эту таблицу и этот мини-сайт делал не я, а другой ютубер. Но также помимо карт, тут представлена вся информация, касаемо отыгровок крайм, законы, процессуалки. И самая основная информация, касаемо правил проекта для угона машин. Дабы вам было удобно опираться на них в случае нарушений правил со стороны гостника. В общем, напомню, что эта таблица находится в моем дискорде, так что скорее переходи и ознакомливайся. Ну а теперь мы плавно подходим к теме заработка на каждом из рангов угонщика. Сейчас вы ее видите на экране. Напомню, что цены на угонки выпадают на рандом. И собственно, те суммы, которые вы видите на экране, это и есть заработок на каждом из рангов. Лично на моем опыте на седьмом ранге в час мне удавалось зарабатывать по 300 тысяч, а то и более. Ведь вам спокойно может попасться легкое место спавна машины и удачный путь проезда без каких-либо проблем. Так что зарабатывать на угонках машин можно очень даже вкусно. Но чтобы хорошо зарабатывать, придется качать ранг. Ведь понятное дело, на маленьких уровнях много денег вы не увидите. Но зато потом, как прокачаетесь, будете неплохо так двигаться с большим балансом. Кстати, более подробно и наглядно с ценами заработка вы точно так же можете ознакомиться в моем дискорде. Все в том же разделе угонщика, где собственно и находится та самая ссылка с картой и информацией, про которую я вам рассказывал ранее. Ну и после того, как вы спокойно доехали до точки сдачи машины, вы сразу же получаете деньги на ваш банковский счет. Но сразу скажу, что КД на угонку 15 минут с того момента, как вы взяли задание на угон машины на респе вашей банды. Ну а я надеюсь, что абсолютно каждому из вас помог этот гайд и вы не останетесь равнодушными. И поставите в знак благодарности свой лайк, напишите комментарий и долбанете подписочку на мой канал. Буду каждому из вас благодарен. Ну а я в свою очередь буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про поддержку. Обязательно лайк, подписка и комментарии. Ну а с вами был Москвин. Всем добра и позитива. Всем удачи и пока.